Правильно понимаешь, что после лечения метронидозолом баквагенит перорального течения 7 дней не нужно дополнительно принимать лоботеринит, не нужно. И ведь после лечения можно планировать беременность сразу. Можно на фоне бактериального вагеноза планировать, не доказывать, что он как-то слишком негативно влияет на беременность. Конечно, опять же, а как его поставили? Потому что много ошибок в постановке этого диагноза. Если нашли, например, гардерелла, это не значит, что там бактериальный вагеноз. Потому что гардерелла, она живет по влагалищу женщины и не является стопроцентным показателем наличия бактериального вагеноза. Поэтому вот тоже есть на этом канале очень хороший такой вебинар влагалищного выделения в норме или в зазеркале между ножьим. Это вебинар, который я проводила два года назад. Очень много полезной информации о том, что мы сейчас называем нормой в отношении так называемого влагалищного микробиома. Мы даже не называем это уже флорой, мы называем микробиом или микробиота, просто биота. Поэтому там очень много полезной информации. Там есть даже таблички и графики, которые показывают, вот что мы, когда мы говорим об аквагенозе, и вот вас любят сейчас зарабатывать на определении ПАЖ влагалища, это просто тесты, это крик моды последний, тоже это слишком, ну, как бы увлечение модой, которая не приносит никакой пользы. И вот вам можно посмотреть, те, которые интересуются вот своим влагалищем, и каким должно быть, какие должны быть выделения в норме. И когда мы говорим об отклонениях, вот посмотрите, пожалуйста, этот вебинар на этом же канале. Вот, и, значит, лактобактерии, доказано, что они не приносят никакой пользы, если запихивать в влагалище. Сейчас это как бы все ищут, все ищут самые лучшие лактобактерии, которые бы работали, пока что не нашли. Оказалось, что прием молочной кислой продукции, которая действует через кишечник, вот эти лактобактерии, они улучшают лактобактерии и влагалище. То есть получается, что если вы будете принимать молочную кислую продукцию, это не значит сырые кислые твороги, нет. Это только молочек. Можно принимать твердые сыры, там как раз много лактобактерий, то есть ферментированные продукты. Очень много, любая молочная кислая продукция, не только йогурты. Поэтому если вы будете принимать в день хотя бы что-то, например, йогурт, кефир, молоко, сыры, творог, выбор. Колоссальный и с меньшим количеством количества сахара, вот в натуральном виде больше, то тогда у вас все будет хорошо и с кишечником, и с влагалищной флорой тоже. Потому что они взаимосвязаны. И есть тоже на этом канале отличнейшее видео, которое называется «Триада. Кишечник, мочевой пузырь и прямая кишка». Вот там как взаимосвязаны вот эти три органа, потому что они все там плотно и один друг к другу находятся в малом тазу. И поэтому действительно они могут влиять друг на друга. То есть то, что происходит в прямой кишке, то, что происходит в мочевом пузыре, влияет на состояние влагалища. Поэтому об этом тоже нужно знать. Вдох, влажный, 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 влажный. Влажный, 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 влажный. Влажный, влажный, влажный.